Итак, это второе видео по настройке рассылки Гамаюн в группе ВКонтакте. Меня зовут Надежда Сергеева, я интернет-предприниматель из домохозяйки в Леди. Итак, переходим к настройке. Заходим в группу свою, в которую мы установили приложение Гамаюн для рассылки. Нажимаем на кнопочку самой рассылки и здесь нам предлагается меню. Меню как для администратора, как для того человека, который может управлять своими рассылками. Здесь появилось с недавнего времени несколько новых функций. Например, такая функция, как конструктор страниц подписки. По этому разделу я запишу видео отдельное и по некоторым тоже здесь моментам. Но для начала я хочу показать вам самое простое, что можно сделать, с чего начинала я. Значит, вам в первую очередь нужно создать тему. Тему той рассылки, которую вы хотите создать, и чтобы люди потом на нее подписывались. Значит, нажимаем кнопочку «Создать тему», выбираем здесь название темы. Например, «Бизнес полезности» возьмем, да. А здесь вы пишете, почему человек должен подписаться на вашу рассылку. Что он получит? Какая выгода? То есть, это я вам пишу описание. Вы отвечаете на вопросы, на вот эти, что здесь будет у вас, да. Что это за рассылка. Дальше мы нажимаем, после того, как мы здесь все написали, сделали название, да, все приготовили, нажимаем кнопочку «Создать». Тема создана. Вот ваша тема. У вас ноль подписчиков, здесь показывает, да. Здесь мы можем наводить на всякие вот эти вот значки и читать о этом сервисе. Например, перейти на группу, подписаться на эту группу, посмотреть все настройки, все новости, какие тут вообще есть, да. Здесь у вас вот показывает настройки тематических подписок в приложении «Рассылщик». Не все кнопки одинаково полезны написано, да. И вот вы можете прокрутить, посмотреть, что здесь написано, как здесь это все настраивается. Каждая кнопочка, все показано. Абсолютно очень все легко, доступно и просто. Также вот вы можете нажимать, да, вот здесь вот что, как создать тему, как еще что-то тут сделать, да. В общем, все здесь показано, все написано. Ваша задача только внимательно читать и повторять действия, которые вы видите в этом видео и те действия, которые предлагаются самим сервисом Гамайон. Итак, вот наша рассылка. Пока в ней нет ни одного нашего письма, мы должны перейти, нажать, например, либо на «Создать рассылку», если мы хотим, например, сделать, в общем-то, просто единоразовую рассылку для подписчиков, да, но у нас их нет. Вот, поэтому мы для начала идем в цепочку сообщений. Итак, вот здесь, когда мы перешли в цепочку сообщений, мы читаем, что это такое. Мы открываем, опять-таки, подробнее о настройке, что, как здесь все это настраивано, да, тоже, опять-таки, все написано полностью. Ничего не нужно бояться, что тут что-то сложно или непонятно. Просто внимательно читаем, что здесь, зачем и почему. Дальше, значит, после того, как мы все прочитали, читать нужно обязательно. Мы выбираем вот здесь, в разделе «Темы», выбираем свою тему, которую мы только что создали, и нажимаем кнопочку «Добавить сообщение». Вот здесь мы пишем приветственное письмо. Каким должно быть это приветственное письмо? Здесь вы указываете приветствие, благодарность за то, что человек подписался на вашу рассылку, ну и так далее, и так далее. В общем, если вы начали делать эту рассылку, значит, вы уже все равно понимаете, представляете, что вы хотите в ней видеть, немножко хотя бы. Первое сообщение, которое человек получит после того, как он нажмет на кнопку «Подписаться», он получит именно вот то, которое вы создадите сейчас. И вот здесь написано «День сразу», то есть только человек нажал на кнопку, он сразу же получит ваше сообщение. После этого, ну давайте вот я сейчас напишу, первое письмо вы создали, его написали, нажимаем кнопочку «Создать», сообщение сохранено. Первое письмо, вот это, да, будет отправлено сразу. Здесь вы видите, что в этом письме. Теперь мы переходим, например, хотим, чтобы было еще отправлено второе письмо, да, первое письмо человек подписался, через какое-то время, допустим, ему приходит там через день или через два, ему приходит следующее. Как это сделать? Мы точно так же остаемся в разделе «Цепочки сообщений», нажимаем, тут выбираем эту же тему, выбираем «Добавить сообщение», пишем здесь второе письмо, которое вы хотите, чтобы человек получил. И здесь выбираете, например, через два дня человек его получит. Здесь вы выбираете время, какое это будет время, да, когда человек получит. И после того, как вы все тут настроили, нажимаете опять «Создать». Таким образом у вас выстраивается воронка, цепочка сообщений. Первое письмо отправлено сразу, потом через два дня приходит следующее. И так вы можете делать бесконечное количество сообщений, которое будет постоянно приходить людям без вашего участия. Ну, а теперь вернемся к вопросу, а как человек попадет на эту рассылку. Многие почему-то думают, что если у вас, например, в сообществе там сколько количества человек, да, столько человек и будет получать вашу рассылку. Но это неправильно, это ошибочное мнение. Почему? Потому что это рассылка ВКонтакте, это то же самое, что e-mail рассылка, которую вы получаете на почту на свою только после того, как вы подписались. А значит и здесь люди будут получать ваши сообщения только после того, как они подтвердят подписку. Так, нажимаем «Темы» и мы здесь переходим. Значит, смотрите, вот наша тема, нам нужна ссылка на подписку. Вот здесь есть стрелочка «Получить ссылки на тему». И предлагаются два варианта ссылок. Первый вариант – это когда в приложении подписки нужно показать пользователю только выбранную тему. Или отдельная страница для подписки на тему. Давайте возьмем первую страничку и посмотрим, как это будет у нас выглядеть. Перейдем на нее. И что мы увидим? Человек переходит вот на такую страничку. Сейчас загрузится. И ему приходит вот такое вот окошечко открывается, да, оповещение. И человек после того, как нажимает «Разрешить», он автоматически подписывается на вашу рассылку. И давайте посмотрим, что пришло только что, какое письмо пришло. Вот оно пришло, первое письмо. Вот таким вот образом. Значит, через два дня мне придет второе письмо. Это, я думаю, понятно. Если мы возьмем, например, вот эту ссылочку, здесь будет немножечко по-другому это выглядеть. Что делать с этой ссылкой? Эта ссылка будет размещаться в ваших постах для того, чтобы люди ее вообще увидели, узнали о том, что вы подписываетесь, да, что вы создали рассылку. Вот такая страничка будет, да, если по второй ссылочке первая, мне кажется, более интересная. И по первой ссылке там человек уже действительно сам подтверждает, да, я подписываюсь, я разрешаю, да. Если человек нажимает просто вот здесь вот в вашей самой группе на слово подписаться, то он будет видеть не вот такую картинку, которую вы видите сейчас, да, а вот такую вот сюда нажимаем. И вот здесь он будет видеть, вот бизнес полезности, здесь вот подписаться будет или отписаться. В общем-то вот. Вот таким образом создаются темы, таким образом настраиваются цепочки сообщений. И здесь, конечно же, есть несколько всяких различных нюансов, но о них мы поговорим уже в следующем видео. Всем хорошего настроения, настраивайте рассылку. Это очень интересно и увлекательно, собирать базу подписчиков именно ВКонтакте, потому что это самый современный, самый интересный метод продвижения, где открываемость писем практически 90%. Успехов вам!